Не стало Зинаиды Шарко. Народная артистка РСФСР скончалась на 88-м году жизни. Об этом сообщается на странице Большого Драматического Театра имени Товстоногова. Ее называют одной из ярчайших звезд Товстоноговской плеяды. Театру она отдала 30 лет жизни. За время она сыграла около 50 ролей. Режиссер привлекал ее едва ли не во все свои постановки. Все мы ее помним по ролям в фильмах «Долгие проводы» Кира Муратовой, «Собака на сене» Яна Фрида, сочинение «Ко дню победы» Сергея Орсулюка и многие другие ленты. Зинаиду Максимовну Ну и сейчас на прямой связи по телефону кинорежиссер, сценарист и продюсер Владимир Бортко. Владимир Владимирович, здравствуйте! Здравствуйте! Когда вы вспоминаете Зинаиду Максимовну, вот многие, конечно, из наших юных зрителей, безусловно, со всем ее творчеством не знакомы. Что отличает ее и делает артисткой такого большого таланта и большого калибра, какой она была? Вот талант и делает, но я хочу сказать не об этом. Хочу сказать, что артист – это часть своего времени. Просто, когда вы смотрите на актера, вы видите то время, в котором он живет или жил. И вот то время, в котором жила Зинаида Максимовна – это замечательное совершенно время, которое отразилось в ней полностью. Я снимал его в двух фильмах. Один называется «Удача вам, господа», который, может, видели немногие. А второй – «Бандитский Петербург». Достаточно известный киносистент. Я счастлив, что я прикоснулся к ней, прикоснулся к человеку, который выражал в полном мере, выражал то время, в котором жил. И человеку колоссального и большого таланта. Я благодарен себе только за то, что я предоставил ей возможность быть на экране еще один раз. Вот что я хочу сказать. Большую песню и память с землями и пухом. Действительно, это великая русская акция. И я оскорблю. Владимир Владимирович, мы, конечно же, оскорбим вместе с нами. Но и сегодня тот день, когда можно вспомнить, возможно, какая-то история была, с которой вы хотите поделиться с нашими зрителями, связанной с Зинаидой Максимовной. Вадим Владимирович, я понимаю, вас сейчас переполняют чувства. И, безусловно, мы и все зрители скорбят вместе с нами. На прямой связи со студией «Лайв» по телефону был кинорежиссер, сценарист и продюсер Владимир Бортко. Мы вспоминали актрису Зинаиду Шарко, которая скончалась возрасте 87 лет.